На основании поправок, внесенных в действующее законодательство, жильцы имеют право заключать прямые договоры о поставке коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Это касается всей России и Анапа не исключение. На новую систему должны перейти уже в этом году. Реализация закона о прямых договорах подразумевает возможность исключения управляющих организаций из цепочки платежей за коммунальные услуги. Это позволит сократить размер задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, прокомментировал Михаил Мель. Для того, чтобы перейти на такую систему, собственники помещений в многоквартирных домах должны принять соответствующие решения на общем собрании. Переход может состояться и в принудительном порядке, если судом зафиксирована двухмесячная задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей организацией. Таким образом, исключение из цепи поступления денежных средств от собственников жилья к ресурсоснабжающим организациям позволит сократить количество преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. Рынок управления жилья становится экономически неинтересным для недобросовестных управляющих компаний, которые всегда боролись за него лишь с целью обогащения за счет граждан. Факты преступной деятельности управляющих компаний регистрируются повсеместно. Жильцы добросовестно оплачивают квитанции, средства поступают на счет управляющей компании, но почему-то не доходят до ресурсоснабжающих предприятий. В итоге последние приостанавливают поставку услуг из-за долгов, а страдают от этого ни в чем неповинные люди.